Первое наиболее серьезное происшествие минувшей ночью произошло около полуночи на пересечении улиц Выборгской и Карла Маркса. Здесь на пешеходном переходе водитель Тойоты Плац сбил 29-летнего хабаровчанина, который возвращался домой от родственников. Не последнюю роль в исходе этого происшествия сыграли очевидцы, на глазах у которых все и произошло. Они вызвали пострадавшему скорую, они же пустились вдогонку за сбежавшим водителем. Задержать разбитую иномарку одному из свидетелей происшествия удалось уже через километр. Рискуя сохранностью своего автомобиля, очевидец перегородил проезд нарушителю. Второго ДТП, к счастью, удалось избежать. Правда, водитель Тойоты Плац и не думал сдаваться. Выйдя из своей иномарки, он пошел прочь пешком, но был задержан уже подоспевшими сотрудниками полиции. А на месте аварии, тем временем, врачи скорой уже оказывали помощь пострадавшему горожанину. Мужчина находился в сознании, но было понятно, что травмы у него весьма серьезные. Уже позже автоинспекторам стал известен точный диагноз – перелом ноги, перелом теменной кости и ушиб головного мозга. Установить невиновность пешехода помогла запись видеорегистратора. Очевидец едет в попутном с Тойотой Плац направлении в сторону Матвеевского шоссе. Будущий нарушитель едет с включенными аварийными сигналами. Самого момента наезда не видно, зато можно отчетливо разглядеть, что перекресток седан проезжает на запрещающий сигнал светофора. Водитель был пьян. Портативный алкотестер показал легкую степень опьянения. А примерно в это же время на улице Совхозной в автомобильную аварию угодил пассажирский автобус седьмого маршрута, следующий сообщением автовокзал поселок Березовка. Вторым участником столкновения стал водитель Тойоты Марк 2, который, собственно, и спровоцировал ДТП. Именно он выехал на встречную полосу. Точнее сказать, он все время ехал по встречной и уходить в свой ряд, похоже, и не собирался, даже когда на пути показался массивный Део. Водитель автобуса неадекватного оппонента заметил издалека. Но единственное, что смог сделать, это максимально близко прижаться к обочине. Он по встречке не наехал. Я-то по своей полосе. Я ж на обочину ушел, и то он меня ударил. Седан, врезавшись в левый угол автобуса, сбрил металлическую обшивку по всему борту Део. Остановилась машина только через 10 метров. Повреждения Тойота получила весьма ощутимые. Просто удивительно, как люди, находившиеся в иномарке, а их было 7 человек, остались невредимы. Там водитель был. Два человека, два мальчишки, две девушки и двое детей. А дети совсем маленькие были? Ну, не знаю, никак маленькие. Такие не грудные, но маленькие. Выйдя из Тойоты, пассажиры, ругая своего водителя, на чем свет стоит, удалились. Вместо аварии поспешил покинуть и виновник ДТП. Водителю автобуса показалось, что оппонент был не трезв. Скорее всего, это и стало как причиной столкновения, так и причиной побега. Для ДЭУ это был завершающий рейс. Немногочисленных пассажиров, которые находились в салоне, подобрал дополнительный автобус.